Люди, которые включают интервью человека из команды Хабиба в данный момент, рассчитывают услышать реакцию команды Хабиба на заявление Конора, потому что все, что мы получили от вашей команды, это тишина и молчание. Можете объяснить, почему никто никак не комментировал и какой был настоящий лиц? Просто никому это не интересно. Все же видели, что Конор говорил до боя с Хабибом, что говорил во время боя с Хабибом. И все уже знают, что он просто сейчас хочет привлечь к себе внимание. А так ему все, что можно было порвали, он просто сейчас болтает, чтобы на него обратили внимание. А можно ли сказать, что бой в Москве теперь наоборот менее вероятен у Хабиба с Конором? Потому что просто Хабиб, например, будет его игнорировать, в том числе и как спортсмена. И, ну, мол, пусть дерется с Ироны, пусть дерется с Гейджи, но не с Хабибом. Ну, у Хабиба сейчас есть такой принципиальный бой с Тони Фергюсоном. И он после этого боя, я думаю, Хабиб, почему бы и нет, заработает еще больше денег, подерется еще раз с Конором. Но ничего такого принципиального не осталось. Ну, а просто какой смысл, если Конор алкоголик, Конор насильник по версии, например, команды вашей, какой тогда смысл в бою с ним? Заработать большие деньги, да. А как думаешь, Конор вообще вернется в Москву после такого приема дагестанской диаспоры? Ну, ничего же такого не было. Его встречали здесь, не знаю, высшее руководство его встречало, обеспечили ему безопасность. Я думаю, он себя чувствовал комфортно. Почему бы и нет, вернется? Если ему предложат реванш с Хабибом в Москве, я думаю, он бегом прибежит сюда. Ну, да, я не знаю, любому человеку понятно, что Конор не выйдет там. С людьми там на улицу вообще. Не только там с дагестанцами, и вообще он на улицу, наверное, без охраны так просто не выходит. Потому что много людей там, есть какие-то недоброжелатели, которые могут ему навредить тоже. Я не думаю, что кто-то подумал, что он выйдет и сейчас будет там с ними разруливать что-то. Олег Токтаров неожиданно сказал, что вообще для Хабиба было бы интересно в Дублине подраться, приехать туда и там избить. Насколько эта идея кажется интересной, именно с точки зрения, что избить при своих, приехать туда и там показать? Ну, Хабибу это неинтересно, ехать за ним, там, к нему и драться с ним. Для чего, если его уже побили в одну калитку, там, не знаю. Но он один раунд выиграл. Я бы просто Хабиб выложился в каком-то во втором раунде и, не знаю, у Хабиба не было и в голове, что он этот раунд даже отдадут судья ему. Просто какой-то дали какой-то шанс судьям задуматься и они отдали раунд тому. Если посмотреть раунд, там-то, ну, такой человек не разберет, что Конор выиграл этот раунд. Слава, а по поводу твоей карьеры. Вот недавно Кевин Ли подрался. Как впечатление от этого боя и рассчитываешь ли ты следующим соперником его получить? Ну, я надеюсь, очень хочу, чтобы мне дали Кевин Ли, потому что, я даже не знаю, пусть все знают, что мне не надо спрашивать, там, хочу ли я подраться с Кевином. Пусть отправят мне контракт и я готов драться с ним в январе или в любом месте. Если мне скажут только в феврале, только в марте, ну, Кевин готов подраться, я готов ждать до февраля, до марта, чтобы подраться именно с ним. А так я бы хотел вернуться в январе. Вы же вроде предварительно договорились о бою, но сейчас он опять говорит, что ему нужны большие бои. Уже не первый раз Кевин вспоминает меня и буквально через неделю принимает какой-то бой или уже начинает о каком-то другом говорить. Просто, наверное, он хочет быть на слуху, потому что, когда он вызывает меня на бой, это какой-то ажиотаж по-любому бывает. И он постоянно старается вспомнить меня. Так и вот после этого боя, когда он выиграл сейчас последний бой, он после боев в интервью где-то вспоминал о меня. Ну, буквально вчера или позавчера уже дал новое интервью, что я ему неинтересен. Я не могу его понять. Просто из всех бойцов, на мой взгляд, мне самое больше интересное с ним подраться. Это последний вопрос. Мы уже очень-очень выгодны из-за них. Если не он, то кто? Ну, топов я готов ждать. А если не он, то пусть любого дают. Просто, когда ты ждешь топов, и получается большие простои в боях, из-за этого и карьера как-то тормозится из-за этого. Если мне предложат топа в марте, из топ-10 там кого-нибудь, я готов ждать до марта. А если мне не собираются давать топов, я хотел бы подраться в январе. Спасибо, ребята. Спасибо. Все. Спасибо всем.